В Толичном телеканале продолжается информационный вечер. В Уфе только завершилась четвертая специализированная выставка форум Туриндустрии. К нам приехали разные специалисты в этой области, много-много говорили о том, как сделать нашу республику, наш город привлекательным для туристов, а вот о том, когда же все-таки город станет привлекательным, когда все эти слова превратятся в реальность. Прямо сейчас мы поговорим с Эльвирой Фатаховой, начальником отдела по развитию туризма администрации города Уфы, и Константином Кузьминых, доцентом кафедры туризма, гостиничного и ресторанного сервиса нефтяного университета. Добрый вечер, Эльвира Рифовна и Константин Александрович. Добрый вечер. Ну, давайте рассказывайте, когда Уфа станет центром, ну, если не мирового, не всероссийского, то, по крайней мере, регионального значения. Ну, скажем так, как нам известно, что туризм является одним из драйверов экономики, и помимо этого еще... Да, это нам очень известно, и все бы хотели, чтобы к нам приезжали туристы и оставляли свои деньги. Инструменты позиционирования, продвижения, так вот, поэтому мы, конечно, над этим вопросом все работаем, все заинтересованы, и представители туриндустрии, и органы исполнительной власти. На сегодняшний день администрации города разработан проект концепции развития внутреннего въездного туризма в городе Уфе. Данная концепция разрабатывалась совместно и с представителями, и туроператорами, и учреждениями науки, и... Так, давайте, чтобы четко все понять, да, динамику посмотрим. Есть данные по динамике? Сколько туристов к нам приехало в 2017 году, и сколько в 2018? Конечно, есть, большая динамика. Какая большая? Ну, у нас увеличение идет, вот даже если брать, ну, за последние пять лет давайте возьмем, да, два с половиной раза. То есть приехало 10, а теперь 25, или все-таки другой порядок цифр? Ну, на сегодняшний... Как сказать? На сегодняшний день около миллиона туристов. Опять же, эти данные мы собираем... Около миллиона туристов? Да, да. Это въехало в республику или въехало в Уфу? В Уфу, в Уфу. В Уфу. То есть, а потом они разъехались по различным туристическим центрам Башкортостана? Конечно, все маршруты начинаются, скажем, с Уфы и продолжаются по всей республике, естественно. Константин Александрович, а вы как оцениваете привлекательность Уфы сейчас, вот, как центра туриндустрии? Я вот хотел ответить на ваш первый вопрос, который связан, когда же закончатся разговоры и будет некий драйв. Да-да, абсолютно верно, потому что, ну, я вот уже лет 10, вот точно, абсолютно, только и говорим, как сделать привлекательным республику, привлекательный Уфу для того, чтобы к нам приезжали туристы. Ну, 10 лет мы топчемся на месте, образно, есть какие-то подпишки, конечно. Да-да-да, и мы с вами, кстати, в этой студии тоже неоднократно это обсуждали. Да, то есть это и кадровая политика, и, значит, неимение профессионалов с образованием вот в органах власти. Так а вы же готовите этих профессионалов? Готовим, их не берут, не берут, потому что берут всех своих, которых нужно. Ни одного человека с профильным образованием нашего вуза, опорного вуза страны нет в Государственном комитете по туризму. Хорошо, а куда деваются эти специалисты? Они уезжают из нашего региона, ищут тебя в других республиках, областях и центрах России? Они открывают здесь турфирмы, работают в гостиницах. Это тоже неплохо, если не открывают Турфирмы. Это тоже неплохо, да, но в то же время, конечно же, не видя перспектив продвижения и быстрого роста туризма, конечно же, они едут в Краснодарский край, в Москву, в Питер, там, за рубеж очень многие уезжают. Константин Александрович, вот у меня к вам вот прям вот вопрос очень интересный, самому интересный. Я вот просто посмотрел те круглые столы, которые вы ввели на этом форуме, который у нас завершился в Туриндустрии. Так вот, название одного из них. Интеллектуальные подходы к развитию регионального туризма. И у меня сразу возник вопрос, а что до этого, как-то без привлечения интеллектуальных сил мы туризм развивали? Совсем? Ну, есть хозяйственные аспекты. Или вот только-только озаботились, что еще интеллект нужно привлечь к этому делу? Ну, дело в том, что озаботились сейчас, потому что, ну, во-первых, у меня школа интеллектуального капитала. А во-вторых, конечно же, постройка туалетов, дорог, инфраструктуры, это хозяйственный вопрос. Интеллект, это вот некие те новые направления или какие-то переработанные, модернизированные, чтобы привлекательность увеличивалась в разы. И те спикеры, которые были у нас на круглом столе, интеллектуальные подходы к развитию туризма, они делятся с нами своим опытом. И этот опыт обязательно надо не просто поговорить и упустить, а систематизировать и, может быть, постоянно вносить. Вот у нас создается много концепций, стратегий. А эти концепции и стратегии, они должны постоянно совершенствоваться, как в Японии. В Японии каждые 6 месяцев совершенствуются стандарты и стратегии. У нас в основном каждые 5 лет. Нет, ну, стратегии-то мы можем совершенствовать хоть каждый день. Вопрос в том, чтобы все эти стратегии, они как бы имели практическое применение. Конечно, но дело в том, что когда нет интеллектуального подхода, существует только хозяйственный, да, и нет вот этой консолидации органов власти, науки, образования, бизнеса, культуры и НКО, да, вот я первый раз слышу, что эту концепцию разрабатывали, я там не участвовал, если честно. Как-то мимо нас все это проходит. В то же время хочется понять, что вот там был тоже доклад по экспертному совету. Почему бы нам не создать такой общественный и сильный экспертный совет, в который бы наши органы власти обратились бы, и мы всегда были бы помощниками, интеллектуальными помощниками, советовали, как лучше, чтобы, еще раз говорю, не изобретать велосипедов. Константин Александрович, я понимаю, это, знаете, как картинка. Стоит 9 человек, из них 8 в пиджаках с галстуками, и советуют одному, который там что-то копает. Что-то делает. Экспертных советов, мне кажется, у нас и так больше, чем нужно. А вот этих людей, которые копают, они когда появятся-то? Когда создадим условия, если мы сейчас, ну допустим, вот как было сказано, у нас были представители отелей, да, 144 отеля у нас только в Уфе, да, это же тоже очень хорошо. Но дело в том, что должен появиться интерес, то есть туристы должны заинтересоваться в республике, но для этого необходимо, как вы говорите, не только, инфраструктуру развивать, но и вот как раз вот эти вот вещи, которые бы обрели новую привлекательность. Потому что, ну вот у нас выступали по образовательному туризму, выносили проблемы люди. Выступал, кстати, парень из Индии. Он, наоборот, привозит к нам туристов из-за рубежа, ну образовательный туризм, который здесь учится. И очень много проблем, которые тормозят прилив этих иностранных студентов, а еще лучше денег. То есть каким образом? Мне кажется, любой вуз просто катастрофически заинтересован в том, чтобы к нему ехали туристы, студенты из-за рубежа. Потому что это, во-первых, деньги. Во-вторых, это узнаваемость брендирования во всем мире, да? Дело в том, что мы немножко не видим картину полную, кроме того, что вузы, ну образно говоря, в Башкирии конкурируют с вузами России, да? Где, допустим, в Оренбурге 150 тысяч стоит год, а у нас 250. Мы конкурируем и по уровню общежития, и по комфортной среде. Мы конкурируем по ценообразованию, вот как я уже сказал, и, допустим, по количеству лет. Вот, допустим, Казахстан тоже у наших конкурентов, как ни странно. Они взяли, сделали не 5 лет обучения, а 4, оставили тоже 250 тысяч, как у нас, но сделали за то 4 года. Конечно, студенты, им же, они же в первую очередь видят на деньги, да? Подождите, а я так и не понял, мы в этой конкурентной борьбе достаточно себя уверенно чувствуем или проигрываем ее? Мы делаем набор, но те планки, которые мы перед собой ставим, 2000 студентов за год принимать, один вуз должен, к этому нам еще стремиться. Как вы сказали, что это мешает. Что мешает? Ну вот мешает приезду студентов в наши вузы. Я не говорю, что мешает. Есть преграды для этого. Есть преграды для этого. Преграды финансовые, то есть, людям какая разница, какая бумага, допустим, уфимская или там казахстанская или тюменская или ангурская. Нет, ну это если человек ради бумаги поступает в вуз, а если ради знаний, то мне кажется, все-таки есть разница. Дело в том, что иностранные студенты имеют свой менталитет, индии, арабы там, они в первую очередь смотрят на деньги. Тут можно дистанционно тогда по интернету закончить наши вузы, будет прекрасно. Кстати, я хочу сказать о том, что наши вузы почему-то пишут о том, что если вы не сдадите экзамен, вы не поступите. Это же отпугивает студента. Студент копит деньги, привозит сюда деньги, не поступает, уезжает. А за деньги давайте будем всех учить без экзаменов. А потом эти слухи, а потом эти слухи за убежом. Зачем эти мелочи экзамены? А потом эти слухи распространяются и за рубежом все говорят, почему так происходит. Даже аттестата не будем спрашивать за среднего образования, а что, деньги заплатят, все отлично. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем зрителей. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Добрый вечер, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос, сделать ли копии документов в дорогу? В какую дорогу, Игорь? В длинную. Ну, я могу ответить. Я не понимаю, о каких документах идет речь. Просто Игорь это постоянный зритель из Москвы. Он к нам дозванивается практически каждый эфир. Вы из Москвы хотите в Уфу приехать или что? Ну, вот так мы и не выяснили. Игорь звонит из Москвы, а наши почему-то не звонят. То есть, у нас активность-то маленькая, Игорек-то из Москвы все знает. Так вот, я скажу, когда я в зарубеж еду, обязательно надо ксерокопии паспорта и российского и иностранного. Все знают, кроме Игоря, только Игоря. Такой вопрос, как бы, ну... Не знает, да. Так вот, у нас тут Эльвира Риффина заскучала, да? Да. Давайте вернемся к цифрам туристов, которые приехали в Уфу. Сколько вы сказали за прошлый год? Около 890 тысяч. Было это в прошлом году, да. В этом году... 890 тысяч. Почти миллион. Опять же, это данные по гостиницам. То есть, это те, кто заселился именно в гостиничные предприятия. Уфы. Да, мы же не можем посчитать тех туристов, которые приехали в гости к родственникам. Так, да, это... Вот у меня просто есть данные, я посмотрел на сайте администрации города Казань. Вот, не знаю, можно ли сейчас упоминать столицу Тарстана. Безопасно для себя, да. Так вот, за прошлый, 2018 год, Казань посетили 3 миллиона 200 тысяч туристов, что на 14% больше, чем в 2017. Итого разница у нас 890, если 3 миллиона 200 тысяч поделить. Вы же у нас доцент. Сколько получится? Четыре раза. Четыре раза. Даже я смог. Четыре раза, смотрите. В четыре раза. Ну, хотя бы... Ну, понятно, Казань сейчас это Казань. И, в общем, даже, не знаю, можем ли мы соревноваться или нет, ну, в туристическом потоке. Потому что они, конечно, сделали невероятные усилия. Вот это момент, интеллектуальные подходы, которые как раз Казань используют. Вы видите, сочетание интеллектуальных, теоретических подходов и денежек, безусловно, и людей, которые готовы и способны это реализовывать. Все интеллектуальные размышления доцентов, профессоров и других выдающихся. Каждый регион сейчас выбирает свое направление. Так вот, мы хотя бы сможем, ну, если не три миллиона, то хотя бы полтора привозить. Будем стремиться к этому, конечно. У нас очень много мероприятий проходит. Сейчас приоритетным направлением является событийный туризм и деловой, в том числе, конгрессный. Уфа вошла в топ-лидеров России по проведению инвестиций. А вот скажите, четко известно, да, в Турции, к примеру, очень популярная туристическая страна, особенно среди жителей нашей страны, они точно знают, какую сумму туристы оставляют на Анталийском побережье, да, и какую сумму составляет доход от туристов в их бюджете. Мы можем подсчитать такую сумму, сколько туристы оставляют денег в Уфе? Ну, точную цифру мы не можем посчитать. Мы знаем, что они приезжают, проживают, питаются, покупают цилиндров. Вот как раз на этом столе интеллектуальные подходы было как раз два спикера, которые говорили о том, сколько денег каждый турист может потратить в Уфе. Был Владислав Литвинчук, который организует Уфимский марафон, и говорит, каждый гость где-то около 5-8 тысяч тратит, ну, чтобы приехать, пробежаться. Был такой случай, что приехала даже семья, они провели какой-то шикарный праздник в Краунплазе, там, и эти расходы их, ну, превысили там в несколько сотен раз расходы каждого там приезжающего. То есть спикеры, они эти расходы показывают. Показывали расходы Рина Гринберг, связанные с организацией фестивалей там Раков, да. Были подходы, связанные с, там, велосипедисты, у нас тысяча музыкантов. Суперские проекты, вот, которые объединяют, и их, они, в принципе, уже набирают известность на российском, вот, рынке, да. И если, вот, многие говорят, а почему мы только возим там автобусами в Казань или еще куда-то, да. А вот как раз эти мероприятия, и спикеры говорили о том, что организуются как раз туры из Казани на автобусах, вот, на эти марафоны, на велосипеды, на музыкантов. На Евразии у нас суперский фестиваль там. А средний чек какой? 8 тысяч, 8 тысяч, вот, приехать, пробежать. Нет, это мы сейчас про марафон, а средний чек известен, сколько оставляет денег турист, приехавший в Уфу, будем говорить о Уфе, да. Ну, если говорить 8 тысяч, значит, два дня, значит, в средний чек. Ну, это если он на марафон приехал, но марафон раз в году. Раз в году, ну, видите, у нас же вот у каждого свои, кто-то деловой туризм, у них денег не имеют. Хорошо, хорошо, но деловой туризм, это форумы, семинары проходят. В Казань для чего едут? Ну, понятно же дело, вот, у нас же тут целое турагентство есть, которое возит людей в Казань, да, и все автобусы полные уезжают, все полные, хотя вроде, что это Казань-то, да, что мы там не видели? К нам тоже, каждый выходной приезжают в ближайшую область, да, Челябинск, Карин. На что тратят деньги? Смотрите, в Казань приехал, прям, все, меня расстреляют, наверное, за эту Казань. Сейчас тренд нормальный, это предыдущие было. В Казань приехал, поел, есть сеть национальных кухонь, да, поел, город посмотрел, на каждом домике висит табличка. Тут Пушкин, тут Лермонтов, Гоголь, в общем, там все перебывали, и мне кажется, они таблички просто так вешают. Ну, красиво же, да что? Ну, было и было, зато можно привезти, пока у нас ни одной нету, кстати. У нас вот Ленин стоит, первая композиция, да, на улице Ленина в мире, и ни одной таблички, что это в мире первая композиция. У нас там даже пластиковый он стоит, потому что мы не можем вернуть обратно мраморного Владимира Ильича, чтобы он там стоял. А раньше, вы-то наверняка помните, вот этот Ленин, да, он же был в каждом заведении во всей стране, по всей стране. На каждой улице, можно сказать, где-то какие-то маленькие, большие бюсты были. Нет, вот именно вот наш, вот этот сидящий, да, смотрящий вдаль. Дело в том, что вот как раз та же Казань, почему нашли? Потому что она раскрученная, потому что говорят, потому что людям нравится, они делятся впечатлениями. Они же сами раскручены, они сами придумывают тебе историю, сами эту историю потом в эпосы переделывают, мифологизируют, и все отлично. Вот тебе уже едут дракон, стоит родина драконов, никто же не знал, да, Казань, они же там родились. Там, кстати, был очень интересный тоже спикер интеллектуальных подходов. Девочка делает носочки с эмблемами нашей Башкирии, ну, как не эмблем, там, Курай, допустим, Урал-Батыр, там, сказочные какие-то герои на носочках, ну, связанные с нашими национальными сказками, да, то есть такие красивые носочки, варежки, которые вот прям уже пользуются популярностью, это некое вот такое новшество у нее на данный момент. Вот таких нужно больше, больше нужно вещей. Казань же что? Она же тоже берет опыт из Германии, она же берет опыт там из других ведущих стран. И хорошо адаптирует. И очень хорошо адаптирует. А мы даже почему-то опыт Казани не можем перенять, понимаете, тут же все близко. Так почему? Вот же в чем вопрос. Кадры решают все. Иосиф Виссарион Сталин что говорил? Эльвир Риффин, а вы-то как думаете? Засмущали? И денег не выделяют на туризм еще, кстати говоря, вот что. Нет, денег, знаете, на деньгах любой дурак туризм сделает. А вот без денег попробуем где давайте сделать. Ну, после Советского Союза бесплатно все делать, конечно, ездить можно. Так у нас вот сувенир-то где можно купить? Ну, сувениры у нас представлены в каждой гостинице и в торговых центрах есть, конечно. Даже сейчас музеи тоже предлагают свою сувенирную линию. Ну, вот музей УФА появился, кстати, один из советических объектов. Они сразу уже сувенирные. Какая посещаемость в музее? Пользуются спросом? Пользуются спросом очень, да. Каждый день у них проходят экскурсии. Работают прям без выходных. В понедельник только выходной. И каждый день экскурсионные группы и школьные, и гости, иностранцы, все делегации. В одни музеи мы ситуацию с туриндустрией не решим. Ну, это да, конечно. Я вот хотел добавить по поводу интеллектуальных подходов. Еще в 2014 году, когда мы правительственную программу для встречи стран Шоссе и БРИКС разрабатывали, включил я БТЛ. Это вот создание неких рингтонов на башкирском языке. Песни, танцы, рингтоны. То есть можно за сувенирами делиться. Вот сейчас современный скачал. Мы же когда в Турцию съездим, мы же все под эти песни там чуть ли не две недели танцуем и слушаем. Слушайте, Уфа вообще родина, центр современного рэпа. Конечно. Вся страна знает, откуда произошел рэп, современный рэп. Он из Уфы. Мы, мне кажется, вообще не используем весь функционал, который у нас есть. Я говорю, с 15-го года. Я уже не говорю про Зенфиру и Шевчука. В правительственной программе с 15-го года был пункт об этом. И 19-й год у нас ничего не изменилось. Где эти рингтоны крутые, обработанные, современные? У нас же суперские вот эти песни на башкирском языке. Их же можно просто обработать, сделать какие-то соревновещи. И вот наши рэперы, я не знаю, кто этим занимается, музыканты. Мне кажется, это вот не только сувениры. Это вот позволило бы как-то дать какой-то толчок отличия от других регионов. Таких вот в Татарии... Ильвир Рифовна, вот смотрите, сколько Константин Александрович дал идеи. Теперь осталось только воплотить. И кому, как не вам, как руководителю отдела как раз по развитию туризма. Когда будем делать, реализовывать все? Завтрашнего дня. Нет, это такая шутка. Мы все это реализуем, и все идеи, и очень много таких вот проектов реализуется, которые с туроператорами разрабатываются совместно. Поэтому сказать, что... Нет, ну уж мы не говорим совсем, что уж совсем ничего не делается. Да, туристов очень много. Туристы едут, Уфа нравится, потенциал большой Уфы. Они едут посмотреть, покушать, что сделать они едут? Конечно, это и культурно-познавательный туризм, то есть и туру выходного дня. Это и в первую очередь деловой туризм, конгрессный. Культурно-познавательный? У нас очень много музеев, очень интересных. Вот опять же, на выставке туру индустрии у нас была представлена... Можно в Черябинск ездить, можно в Оренбург, можно в Ферму. А золото с арматов. Ну, только что золото с арматов. Вот мировая экспозиция, у нас есть чем похвалиться. У нас этническая составляющая очень интересная. Нет, я понимаю, что, конечно, невероятное количество, я думаю, большая часть из этих 890 тысяч человек, они, конечно, приезжают сюда для того, чтобы это просто как бы остановка пересадки, для того, чтобы добраться до наших природных красот, до Абзакова, до Баннова, до Каповой пещеры, Шульганташ. Ну, ворота, у нас же Уфа, ворота, то есть через которые и самолетами, и ЖД там... Ну, вот опять Ник ночи будет помянут в Татарии, да? Нет у них там ничего такого. Так они вот все это... У них реально нет ничего. У нас все это есть, а у них нету. И они все это создали, весь этот, всю эту мифологию своего... Ну, у них тоже есть федеральный университет, а у нас нет. Ну, как же, тоже создали-то. Тоже создали-то. Чего же мы это не создали? У нас еще немножко остатки прошлого. Мы не понимаем, что мир настолько быстро развивается, что мы должны вот идти, ну, образно говоря, семимильными шагами. Но как-то вот все хорошо вроде вот с санаториями. Ну, заполняемость, ну, летом 100%. Ну, зачем переживать? Ну, пусть будет 60 зимой там или в межсезонье, да? Зачем двигаться? Они и так получают, вроде сидят спокойно на своих местах, да? И, ну, совершенствовать особо ничего и не жаждаем. Все, я понял. Давайте в следующий раз встретимся и уже будем говорить не о том, что нужно сделать, а о том, что сделано. Не знаю, сколько пройдет времени до этой встречи, но будем надеяться, что не больше года. Спасибо большое о развитии туризма в нашем городе. Мы говорили с Эльвирой Фатаховой, начальником отдела про развитие туризма администрации УФИ, и Константином Кузьминых, доцентом кафедры туризма, гостиничного и ресторанного сервиса нефтяного университета. Продолжение следует...